Так вот, получается, что есть, например, тексты, которые написаны, ну, один текст, который был написан славяно-греческим суржиком в II-III столетии на территории Месопотамии в крепости, которая имеет интересное название, которая вообще кто-то может с честь политическим оскорблением для всех европейцев. Крепость называлась Дура Европус. Ну, думаю, что другое кое-что имели в виду те, кто её так называли. Дура? Однако, даже не в этом дело. Там есть текст, который сохранён, и он имеет обращение к Митре, ну, то есть Всевышнему, в религии Митраизма, обращение «Ой, ты Митра, истинный, ясный, джерело меня, хай, царю гай, отче сего я револя, отчуваю тебя и в иного, кто водитель, он этой действенности, рай, истинный Бог». То есть такое значение этой надпись. Надпись оставил полководец Яры Воль. Всем известно, что римляне набирали в свою армию представителей кельтов, славян, германцев, африканцев, кого только не ли. А это была римская крепость, или римлянами захваченная крепость. Так что удивляться, что там служил славянин, я считаю, что не стоит. Тем более зафиксировано имя Яры Воль. Яры Воль. Ну, его часто ещё переводят как Яры Воль. Однако, я считаю, это искажённая версия, потому что в славянской культуре, ну да, полякам навязали подобные имена, типа Яры Воль и так далее. Но это не ведическое. Ведическое Яры Воль. Ну, он оставил обращение ко Всевышнему. Дальше также присутствует ряд других источников, где прямо или косвенно указывается на древненность славянского письма. В частности, те же тексты, где описывается, что Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность. Это сейчас говорят, что они создали. На самом деле, вот есть сказание, как о составе. Начинается сказание, как о составе, с ты Кирилла Философ, азбуку, по языку славянскую, и книги переведи от греческих на славянский язык. То есть, даже в этом тексте ничего не сказано о создании письменности. Сказано, что он составил письменность. Ну, я сейчас могу, допустим, составить каталог пирамид египетских. И что дальше? Это не значит, что я их создал. Так же. Вот здесь описываются многие исторические данные по древности славянского письма и всё, что с этим связано. Кроме того, здесь присутствуют переводы некоторых надписей на скифских монетах. Ты вообще до этого времени знал, что были скифские монеты? Ну, да, знал. Откуда? Со школы, а потом... Хорошо, стоп, школа. А в школе ты где-то видел скифские монеты? Ну, может быть, в каком-то там атласе, но... А ты замечал, что на них есть надписи? Ну, видел, что что-то там начерчено, но мне это интересно. Я понимаю, что в этом уже заключается ложь, которой всем школьникам наглухо дрочат мозги о том, что Кирилл и Мефодий дали нам письменность. Скифы жили на нашей территории. Скифы – это прямые наши предки. На скифских монетах и других атрибутах быта присутствуют надписи. То, что скифы были – официально признанный факт. То, что скифы родственны славянам или являются протославянами, славянами и так далее. Ряд тоже есть исторических исследований, данных. Даже если сейчас их отнести к иранским племенам, всё равно у Геродота записано такое понятие, как скифы-орочи. А вот скифы-орочи соответствуют территориям расселения ареалов тех археологических культур, которых, ну, допустим, черналистская культура и другие, которых сейчас непосредственно считают предками славян. То есть, так или иначе, наши предки или были в техских связях со скифами, или же скифы – это и были наши предки, если по официальной исторической точке зрения. Конечно, по ведической точке зрения, скифы – это всего лишь княжеская династия, которая управляла славянскими родами, обычных славян, ну и плюс частично тех славян, которые вернулись с азиатских походов. Но официально признано, что в скифе и были монеты, официально признано, здесь ничего нового инопланетного нет. Это скифские монеты и некоторые другие предметы скифского наследия. На всех на них надписи. И поэтому, уже хотя бы только поэтому, говорить о том, что письменность у нас сделалась от Кирилла и Мефодия, никак невозможно. Надписи вот эти многие, вот в общении со мной, и я так подозреваю, что в других ситуациях историки атрибутируют как греческие. Но известно, что, допустим, скифы воевали с греками по самим же греческим источникам. И при этом, ну как-то оно само не сходится. Это как бы, ну что, американцы по-русски будут на долларах писать, или русские по-английски, или там, иероглифами китайскими. Ну как-то не то. Более того, в этой письменности, которую использовали, присутствует буквица Я, присутствует буквица Р, как в латинице, то есть именно наша буквица Ра, а не греческая буквица Ры, которая похожа на современную славянскую буквицу Ры, или на нашу буквицу Раичи. И имена скифов тоже соответствуют ведической культуре, и всё с этим хорошо. Скифы не были греками. Но даже если предположить, что надписи это чисто греческие, то следует предположить, что была какая-то форма греческой письменности, которую вот скифы модифицировали под свои потребности. И использовали именно на нашей территории. Если мы возьмём по составу этой письменности, получится, что это та же письменность, которая позднее стала известна как Кириллица, то есть, ну в сокращённом, конечно, варианте. То есть они писали Аум Ар-Асей, короче говоря. Ну и нужно ещё вспомнить об этом факте, что само слово «письменность» не греческое. Конечно. Письменность писать, печать, книга, и всё, что с этим связано, всё это никак не греческое. И интересно, откуда оно возьмётся. Зачем слово, которое обозначает того, чего нет. Тем более, если славяне его заимствовали, то от кого? А эти слова именно автохтонно-славянского, то есть, да, они имеют корни в индоевропейском языке, но с расхождением от центра каждый из индоевропейских языков как-то менялся. И если бы они, допустим, остались в каком-то соседнем языке, а потом были славянами заимствованы, тогда они уже получили бы какие-то свои отличия, а так нету слова чисто славянские. Так что всё с этим хорошо. Так что по вам Ар-Асей, как твоя готовность? Будем ещё перечитывать, изучать, как не работать с началом заката или какую-то ещё взять? Зачем какую-то ещё? Начало заката, гимн переплута. Кстати, как он себя чувствует? Ну, переплут? Ну, переплут хорошо. Переплута это да. А мой перевод гимна не очень. Значит, вот тебе разные вспомогательные знаки письма тому, комушь. Здесь они описаны. Прошу принять и за готовность твоих изучать. И возлюбить. Конечно. А кстати, как ты понимаешь понятие возлюбить в контексте к этому тексту? Ну, с любовью изучать. Хорошо, а любовь что это такое? Ну, что будучи приятным человеком, который ведает богов, божественное. И как данное понятие ты применяешь к письменности? Понимая, что изучение мною письменности принесёт благо всему. Хорошо, а зайдём с другой стороны. Как называются элементарные частицы письменности? Элементарные частицы письменности? Да. А резы? Почему? Ну, не знаю. Мы же говорим за ум, а расе, а не за что-то. Ну, тогда богов, богов вед речь. А почему богов? Потому что... Потому что, потому что, почему? Ну, потому что что? Ну, потому что открывают мироздание. Понимание мироздания. Ну, не открывай мироздание. Конкретно, богов, само слово, что означает? Боговедущие, ведать. Неправильно. Та, в сути которой бог, дословно. В-а? Не в... А-а. Та, в которой бог, дословно. Бо-у-а. Бо-у-а. Ну, да. Ну, а-а-а. Ну, дословное значение, та, в которой бог. Бо-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-а-у-у-у. Бо-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А-а? А, тогда что знаешь? Взялось это... В нашем языке. И установлено это с аагастом и той корее священных служителей, из которой он это создавал. То есть это что, слепая вера получается? Зачем? Ну а почему? А и какое тогда? Разъяснение. Языкознание. Кстати, как ты книжку твою перечитал уже? Нет, нет. Я посмотрел, и там просто перечень источников разных писем. Приведётся и их изучается. Все эти источники? А что ты думаешь? Думал, что нам не нужно. Нет, тебе всё это придётся изучать. А как это поможет? А потом я ещё буду тебя испытывать с помощью текстов пирамиды. Ну, это обязательный пункт, да. Естественно. Так что готовься. Приймутся как великую радость и честь. Но смотри, с одной стороны, тексты пирамид тебе дадут понимание египетского языка, если ты всё-таки сможешь их изучить. С другой стороны, дадут понимание египетской философской системы воззрений, которая основана на ведах. То есть это то же самое, что изучение вед, по сути дела. Потому что египтяне, по крайней мере в текстах пирамид, практически не наглючили. Глючат только переводчики, которые говорят, что египтяне богам отрезанные ноги носили для того, чтобы с ними какой-то заразой заняться. Ну, переводчики сами и отрезанные ноги любят, и заразой всякой заниматься. Поэтому... Чернушники. Ну, как Чудинову кажется, что везде руны Макоши, а им кажется, что везде отрезанные окороки и сношение, кого надо и не надо. Поэтому вот эта штука, что Всевышний Глаз себе вырвал и кинул куда-то, что он с рукой своей зачал богу и кучей другой заразы, которую они вставили из просто непонимания образности языка. Митродата. Ау, я тут. Это доброе. И как ваше разумение? Ну, можно маму и я разумение. Доброе. Где ты, Яре, что дальше ты хочешь разобрать по письменности? А сколько у нас сейчас? И что есть? Ммм... Ну, або мы пойдем дальше по медитациям, або я бы поговорил про ту историю, которая меня интересовала по самосвятому. Ну, наверное, не будет интересной митродации, поэтому... Не будет. Вот. Ну, что ж... Как твой вариант? Давай тогда разберем твою историю. А авторов я тебе буду говорить, но по самой древней истории авторов, кроме вед, я не знаю. Другое дело в том, что отчасти мы истории уже коснулись, когда мы разбирались со светотворения. И, по сути дела, начало ведической истории, оно плавно вытекает... То есть, можно сказать так, что данные по всесвятотворению, они дальше разделяются как бы на две части. Над теологию и историю. И теология непосредственно занимается богознавством, если как именно ведическая теология, если как версия для чуть-чуть примитивизированных людей. Ну, это, по сути дела, богознавство. Эта наука разбирает богов, какие есть боги, чем они занимаются, чем боги отличаются от демонов. Вот в сложившемся три мире, где наверху живут боги, в центре живут люди и на низу живут демоны, чем, собственно, высшие боги отличаются от низменных демонов. И какие, соответственно, качества нам нужно выбирать и культивировать для того, чтобы приближаться к богам, а не к демонам. И история. История идет дальше. То есть, Вселенная уже создана после Всесвятотворения. Постепенно сформировались галактики. Постепенно сформировались солнечные системы. И на ряде центральных планет, в центральных солнечных системах нашей галактики были зачаты основные виды оревочей. Изначально самой основной версией являются дзари. Они, как бы, считаются источной версией. Но ближе к периферии галактики ихными потомками уже являются оревочи. Оревочи и оревочи, которые, собственно, и имеют обобщенную идею всех оревочей. Потому что если дзариев, их несколько сот миллиардов на основных планетах центра галактики, к саре, допустим, несколько тысяч миллиардов, а оревочей там миллиарды, миллиардов, миллиардов всегда было, потому что оревочи заселяли нашу галактику, оревочи заселяли соседние галактики. С пришествием в эту Вселенную дровидов и с проведением системы, сопоставимой с системой звездных врат, по сути дела дровиды и оревочи стали заселять кучу окружающих галактик. Дело в том, что дровиды всегда были высшими, лучшими учеными, мыслителями, однако во все свои экспедиции в другие галактики, соседние, они набирали оревочей в качестве рабочей, воинской, священнослужительской силы. Ну, если от галактики к планете, то, ты знаешь, была предыдущая планета, которая была уничтожена, почему? В ходе войны с... с нагами? Нет, совсем нет, нагов тогда еще не возилось. А, даже перед нагами, да? Угу. Канки? Нет, не Канки, а кто? Не знаю. Канки это четвертая война времени. Ну, тогда первая война времени. Первая война времени. И что у них такого интересного было? Не знаю. А можно еще немного отманать назад? Вот сколько времени приблизительно прошло до формирования галактик и от формирования галактик до формирования звездных систем и от формирования звездных систем к появлению Ореевича? Я лично эти данные не отмечал, в текстах эти все цифры находил, но я их даже как бы какого-то философского, практического смысла в этом не вижу. И что с этими данными делать, я не представляю, поэтому я их не старался. Хорошо. Тогда началось все, что Ман и Маня, да? И от них очень-очень-очень постепенно, да? Как бы эти все сто миллиарды и миллиарды миллиардов как бы разошлись, да? Можно пойти по-другому, что, допустим, еще также были такие боги, как Омут и Амат. Ты слышал про них? Омут и Амат? Да. Ну, Амат где-то в Египте что-то слышал. Не в Египте слышал, а в египетской традиции? Ну, не только. Амат – это великая богиня. Омут и Амат – это боги, которые занимались, в общем-то, созданием разных жизненных форм по вселенной. И получается, что вообще Омут, потому что он чуть-чуть более материалистичный, а А – потому что она более активная, более чиста в своих целях. Однако, случилась как-то такая ситуация, что Омут ушел вверх, а Амат осталась, и позднее ихнюю роль в качестве создателя живых существ заняли другие две пары богов, которых звали Испакай и его жена Испачет, и Таксакай и его жена Таксашет. То есть, можно еще раз? А Омут и Амат тоже уже, ну, как бы, зачинали Оревичей, да? Ну, они отвечали, в общем, за создание биологических форм. Ага. Но среди них были, как бы, и… И получается так, что изначально они создают идею биологической жизни, а там, в этой идее, так или иначе, создают себе воплощение Ман. Ман с Маней плодит дальше детей, и дальше все это идет, разветвляется дальше. И таким путем Ман часто воплощал, или даже не Ман, а иногда Истанбог, или какой-то другой из богов, который хотел пророждать население на той или иной планете, воплощался как сын или внук, соответственно, Омута и Амат. То есть, ну, сначала были какие-то простые образования биологические, клеточные, да? Не совсем-то. А как? Получается, что, да, они-то сначала плодили самых, как бы, простых видов живых существ, но дети Амат и Омута не были одноклеточными амебами. А Амат и Омут уже как человекоподобные существа воплощались или нет? Не воплощались? Нет, они воплощались в виде, как бы, таких разумных зверюх той формы жизни, которая должна была быть доминирующей перед человеческой формой жизни на той или иной планете. То есть, у нас это, в принципе, нечто типа тигров или котов в нашей экосистеме, как оно было на первой земле. На второй земле, получается, что ещё перед доформированием экосистемы Амат вошла в конфликт с Паруном, поэтому она так получилась, что там у неё, она чуть модифицировала форму жизни, в которой она воплощалась. И так она создала рептилии, рептилоидов. И позднее даже Скиперзверь, ну, под её, конечно, наставлениями, создал целую расу разумных рептилоидов. Ну, это не раса, конечно, не раса в ведическом смысле, однако раса в современном смысле. Хорошо, а тогда Ман и Маня как возникли? Родились от Омута и Ана? Ну, да, это рождалось, как всегда, как какая-то мутация. А когда Истанбулг воплощался, он воплощался? Тоже, как мутанты относительно основной формы жизни, в рамках которой воплощались. То есть, это эти революционные скачки? Да. Но вот если мы там, где Адзарии владелись на первых планетах, то там было так. Появляется какое-то существо, и оно или воплощается, или не воплощается, но оно создаёт своих помощников. А те дальше уже вниз, творя, создают всё более и более примитивное. Допустим, Зеленбог создаёт там десяток основных богов растений. Те создают каждый свой десяток, или двадцаток, или кто создаёт сотню каких-то уже низших богов. Те создают каждую свою группу, тоже неважно, там или ещё два существа, или ещё миллион существ. То есть, ещё более низшего ранга, это уже не боги, это уже там, можно их называть служебными духами, как бы, по тем или иным растениям. И так всё нисходит до вообще спящих личностей каждого дерева, каждого куста, каждого цветка комнатного там, или какого угодно. То есть, ну, цари родились от Истанбога, не от Мана и Мани. Ну, они являются, как бы, внуками тогда Мана и Мани. То есть, он не... То есть, Истанбог родился, ну, когда воплощен, когда рождал, пророждал Ай-Ревича не у Омута и Амата, а у Мана и Мани? Да. И тогда, получается, было ещё рождено несколько основных видов, о них в истории... Ну, есть некоторые упоминания, однако они не играли такую важную роль. Живут ещё? Конечно. И там всегда шло расстроение линий. Получается, Омут и Амат. Низший вид, высший вид, Мана и Мани. Дальше... То есть, я не понял, с этим низший вид и высший вид и Ман и Мани. Ну, можно сказать так, как тяглово-молочных животных, плюс военно... Ну, грубый пример, что они наплодили коров и наплодили кошачьих. И третий? Коровы, кошачьи и Ман и Мани. Ага. То есть, троица такая. Дальше, Ман и Мани также родили трёх богов. Истанбога, Чернобога и Белобога. Ага. И дальше Истанбог родил Дзара, Ксаара и Сваара. И каждый из них стал прародителем. Соответственно, Дзариев, Ксаариев и Сваариев. И они уже расселялись по этим всем планетам, галактикам. Не совсем так. Сваариев создали определённую штуковину и поселились фактически в чёрной дыре в центре галактики. Ксаарии позднее расплодились по галактике. Однако, в ходе смены Доль получилось, что там высшая генетическая ветвь заглохла. И они стали чуть более низшими по витку эволюции, чем Дзарии. И позднее часто они брали себе, как бы, просили, чтобы Дзарии их облучали. И таким путём можно... Ну и брали жён от Дзарии и просили, чтобы Дзарии пользовались правом первой ночи. То есть можно сказать, что Ксаарии как бы... Вообще, Аум Аркасия. Как видите, здесь знаки приведены не просто так сплошняком, а приведены определёнными такими группами. Эти группы тоже сделаны в зависимости от образного значения знаков Аум Аркасии. Если вдумываться и вчитываться в глубинный смысл Аум Аркасии, то можно понять, что здесь идут как просто философские концепции, которые здесь обозначаются несколькими знаками. Вот, например, просто спросите образное значение любого из присутствующих здесь знаков. Какого-нибудь. Прямо с пену Саум. Аум. Аум – это изначальный звук, который Всевышний создал и поддерживает мироздание. Как своеобразным эхом от Аум является звук Ом. Поэтому, когда славяне слышат выражение Ом-Инь, для славян это звучит как проклятие. То есть, конец материальной природы. Конец света, послушайте. Ом-Инь. Потому что Аум – это начало. А Ом – это как эхо от Аум. Вот представим, что при создании Вселенной Всевышний спустил из себя звук Аум. И этот звук расходится разными волнами, сам на себя накладывается, создает многогранность материальной природы, изменяется. И в конце концов, этот звук превращается в звук Ом. Ом – это конечный звук Вселенной. И то, что сейчас многие индусские мантры переводятся как Ом – это тоже не совсем правильно. Они все начинаются на Аум именно. И те, кто по-настоящему их изучают, они никогда не поют Ом. Они поют Аум. Поэтому знак Аум – он не только начало Вселенной. Он не только начало любого явления. Он также и начало нашей древней письменности. И когда, например, наши предки писали какой-то текст на Аум-Ар-Ассей, то для того, чтобы было понятно, где его начало, не факт, что он писался так, как сейчас пишется. Он мог писаться какими-то другими наклонностями. Мог писаться, например, с Востока. Или вот сейчас пишется так, а в древности мог писаться вот таким, как своего рода зигзамом. Мог писаться спиралью какую-то. Или наоборот, из центра раскручивающуюся. Косыми линиями. Есть разные возможности. Сейчас все их и не перечислить. Поэтому для того, чтобы обозначить, где начало, в начале писался знак Аум. А в конце часа еще писался знак Ом. Ну, чтобы было понятно. Вот начало, вот конец. Как видим, знак Ом в Аум-Ар-Ассии тоже присутствует. Он является одним из последних знаков. И он является последним знаком в Аум-Ар-Ассии среди так называемых простых знаков. После него начинаются уже знаки, связанные непосредственно с высшими составляющими бытия, с духом, с самоосознанием и с возвращением в духовный мир. Если разбирать здесь образные значения этого всего дела. Любой другой еще нам назовите. Может, прямо по А и пойдем. Ар-Ас. Мне интересно, просто, что сейчас это все перечисляется? Не-не-не, просто... Если есть желание, я могу. Нет, для нас осталось... Если вы это заснете, пока я это буду перечисляться, оно мне как-то... Нет, дай мне. Просто для нас осталось всего лишь одна буквица. А. Где-то мы слышали, что она где-то означает АЗ. Но то, что их четыре, и то, что крест, это тоже как бы буква А. Для нас же это темный крест, поэтому это интересно. Не совсем так. На самом деле, еще христиане часто использовали крест от начала своих писаний. Почему? Смотрите. АОМ – это начало АОМ-АР-АСы. Когда они начали путать АОМ, АР и АС, то часто просто ААП использовалось в виде знака, обозначающего начало. Но христиане сказали, нет, это христианский крестик, потому что там на нем труп Иисуса повисел, поэтому крестик это хорошо, значит, надо нам этот крестик и так дальше. Что тут смешало? Нет. Любишь припас? Как? Я люблю всех живых существ. То есть, они что же, твари Божьи, чего же они любят? Не помню причину такого поднятия настроения, но я рад этому. Хотя вы не засыпаете, это главное. Соответственно, эти три буквы, которые даже входят в само название АОМ-АР-АСы, в чем они важны? АОМ как начало, А как истина, АС как ясность. Поэтому, как я говорил, это название АОМ-АР-АС, АОМ-АР-АСы, как начало прояснения, начало изложения истины. Здесь можно по-разному эти образы соединять и разные их на грани открывать, в зависимости от необходимости. Но зачем христианам прояснять истину? Не надо Библию, вот читайте Библию, все остальное не надо. Или как в мусульманстве есть прекрасная поговорка. Если... То есть вообще другие книги не надо читать. Если в этих книгах сказано то же, что есть в Коране, значит, зачем вам читать это в других книгах, когда это есть в Коране? А если в этих книгах сказано то, что нет в Коране, то, что против Корана, это книги от шайтана, и их совсем читать не надо. Так, в принципе, и для христиан. Вот все, что по Библии, это истина. А зачем тут какую-то аум, а ас, истину какую-то прояснить? Зачем такое? Ни в коем случае. Одной ас хватит. Нужно кое-как еще ясность в мазках была у людей, чтобы они совсем там уже не превратились в поросят двуногих. Ясность нужна все-таки, да? Ну, и оставили поэтому. Но причем стали ее изображать как аум, а иногда как ар. То есть просто вот даже возьмите примеры рукописного шрифта Средневековья. Что? Все, все, ничего. Извиняюсь. Возьмите примеры рукописного шрифта Средневековья. Посмотрите, как там изображается. Эти знаки там присутствуют. Кириллу с Мефодием, то есть просто надо было выбросить образ. И они выбросили аум, выбросили ах, выбросили айи и выбросили ант. Другая, одна из страшнейших диверсий, которая была предпринята по отношению к нашему языку, это уничтожение этой буквицы. Ее сейчас даже невозможно произнести. Выглядит практически как перевернутая Т. ее звучание сейчас, чтобы как-то нам его хоть представить, обозначается как звук, который между Т, Ф, В, Г и некоторыми другими звуками. Это говорится, что он как бы между, чтобы нам хоть как-то его представлять. Речевой аппарат деградировал настолько, что не воспроизвести. А в этой буквице образ, это духовно-волевые качества. Что выбросили с нашей письменности? Что выбросили с сознания нашего народа? Духовно-волевые качества. Другая буквица, Ра, обозначающая Всевышнего, ее тоже выбросили. И в Хазарской буквице ее также не присутствовали. Потому что ее изничтожали самым страшным образом, чтобы ни в коем случае про Ра не вспоминали. В Евобку Иисуса, в крайнем случае, никак нельзя вспоминуть. Только в христианстве. То есть, например, почему получается так, что в польском языке часто употребляются звуки Ш, Ж и так дальше? Вот некоторые даже говорят, ой, польский язык такой некрасивый, пшеканный язык и так дальше. Слышали такое? Почему там часто эти звуки употребляются? Потому что там часто звуками Ж, звуками Ш и другими заменен звук Р. Католики запретили полякам использовать звук Р, потому что он означал, как они сказали, языческого Бога. Поэтому в Польше не говорят Катерина, говорят Катежина. Поэтому там, например, не пришел, а пшешел, не пришла, а пшешла и так дальше. Ру там осталось в некоторых случаях, но во многих случаях оно выброшено. Это же пытались сделать на Руси, но, к счастью, это не получилось. Известно даже по христианским данным восстание, когда люди не соглашались с подобными указами и протестовали против них буквально до смерти. Так как это надругательство над нашим языком страшнейшее. Какой еще из знаков Аума Араси интересен? Земра. Земра. То есть, почему, например, так? Потому что наша Земь — это не простая планета. Это Земь, в которой в центре проявлен Ра. Земь по-древнеславянски вообще — это любая планета. То есть не было у наших предков слова «планета». Планета греческого происхождения, как говорят, изначально означает двигающуюся точку на небосводе. На небосводе много чего двигается. Сейчас самолеты двигаются. Но они же не планеты. Но сейчас как бы стали вот эти вот такие относительно круглые объекты называть планетами. В древности наши предки эти объекты называли словом «земь». А наша земь — это земь, в центре которой проявлен Ра. Земь, которую Ра выбрал для Расынов, своих сыновей. Поэтому она и называлась земрая. Но Ра часто во многих случаях, даже еще не в следствии христиан, а в следствии просто языковых изменений, так сказать, умягчалась. Вот, например, есть слово «серебро». На Украине оно уже звучит как «сребло». «Серебро», а на Украине «сребло». «Ро» переходит в «лог». В лингвистике этот пример известен, он во многих случаях. Так же и тут земра превратилась в земла. Но земла как-то вообще не очень красиво звучит, поэтому земля, так оно как-то красивее стало звучать. Вот, в принципе, образное значение буквицы «земрая». А, покажи, пожалуйста, как оно выглядит. Ну, как обычно, это «земрая» практически. Вот здесь третья резина. «Дзералу, селу, земрая». Еще важно... Ну, вот, «зелое», я не знаю, как оно правильно называется. Там довольно игры много, да, с ней. Что это и злое, что это и там слишком. То есть вот, слишком злое-злое. Ну, прямо очень злое. И обозлилось очень на тех товарищей, которые сокращали нашу письмо. Ну, изначально, смотрите. У буквицы «земрая» образное значение как что-то превышающее. Или сверх. Превословная форма, да. Вот даже здесь получается как. Если взять вот эти образные значения. «Животи цералу, села земрая». То есть «жизни источник сверх земли». Ну, это как образы аумарасии, которые здесь обозначаются. Что это обозначает, что жизнь источник, то есть наш источник, но не на земле, в принципе. Вот, солнце сверху – это источник нашей жизни. Так же же. То есть здесь она используется в значении тоже сверху. Или сверху, или гневу. Но иногда вот если чего-то слишком уже много, слишком уже сверху, от этого же может и плоховато встать. Так же же. Ну, вот, например, тепло – это хорошо. Так же же. А вот если уже будет зело тепло в духовке, там, например, в печи, ну, уже не очень как-то хорошо. Так же же. Прохлада – тоже хорошее явление. Но когда уже зело прохладно, холодно, то есть минусовая температура, как здесь, то, например, гневечно – это как-то не очень, от этого хорошо. То есть понятно, что когда уже чего-то сверх, это бывает и во вред. Так что как часть образного значения, оно здесь присутствует. Но, по сути дела, зело – это как сверх. И звучала она между «зы» и «сы». Кси еще. Кси – это знак духовного развития. В смысле так и сказать? Ну, я имею в виду, что в этой так называемой буквице там, естественно, тоже дух. Какое так называемое? Ну, в Хеневичевской, в Хазарской, как ты ее называешь? А, там тоже духа какого-то. В Хазаро-Хеневичской буквице? Да. Ну, там чуть-чуть по-другому. Там Афреки уже сделали свою перестановку, то есть кси и пси поменены местами. Понятно. Вот. Почему так? Смотрите, пожалуйста. Вот знак пси. Пси означает тонкоматериальную структуру человека. Это как омега, да? Как такая тройная восьмерка. Спираль. С своеобразными такими, как рожками и ножками. Ну, посмотрите. Ну, посмотрите. Видите? Вверх, как такие это. Вот. И внизу. Вверх. Она иногда и проще изображалась. Почему так? Потому что вот эти, так сказать, ножки, это означает энергетические каналы, которыми живое существо, связанное с Землей. Сверху там на самом деле не рожки, а на самом деле показан канал, по которому свыше к мирову что-то может войти в живое существо. Три вот этих круга означают три круга чакр в тонкоматериальном строении человека. То есть три по три. Три нижние чакры, три средние чакры и три верхние чакры. Этот знак как раз и является, так сказать, пиктографическим или сокращенно рисуночным. Знак Кси означает человека, живое существо, который направился сознанием ко Всевышнему Ра. И в принципе можно этот знак понять в виде человека, расслабляющего Ра, духовно устремившегося Кра. Присмотритесь к этому знаку. Вот как стоящий человек поднял руки во время славления. Если убрать, конечно, стилистику, которая здесь использована. То есть Кси, она и означает духовное развитие. Также Кси означает князя. И в древности не было слова князь, было слово ксенес. Отсюда польское ксенес. Но самое интересное, что у восточных славян слово ксенес превратилось в слово князь, то есть как политический правитель. А у поляков слово ксенес осталось как духовный лидер. Изначально же слово ксенес означало и духовного, и политического лидера. Даже Дарик, персидский царь, в своих подписках подписывался как ксежен. То есть тоже ксенес, правитель. А то, что в этой хазарской буквице кси заменено на какую-то змейку, это уже подмена явная. Кси. То есть да. Да, вообще такое интересное получается, что кси и кси перепутаны, и кси изображаются в виде змейки. На самом деле, так сказать, змейка, это упрощенная версия написания вот этой тройной восьмерки. Ну, когда, ну, змеиный дух, это вообще как-то там страшновато чуть-чуть получается, так да. Ну, хотя да, есть картинка, где Никон изображен с гадюкой, с головой торчащей. И для них, вот как раз, как гадюка внутри сидящая, и кси в виде змейки, для них это может еще иметь какое-то значение. Я тут не буду вдаваться в подробности, чтобы не напридумывать какого-то бреда. Но на самом деле, возможно, это как раз не совсем бред, а имеет какие-то основы. Но для нас важно то, что это значит для нас, а не для них. Они пусть сами за себя думают. Что? Можно еще образное значение от и оу? Образное значение от и ом? Нет, нет. Ук. Ну, есть аум, а есть вот я вижу оу. О и у рядом. Я просто не вижу, а сегодня можно. Ну, вот смотри. Есть аум. Да. Это означает на звук. А есть ук. Нет, следует. И есть еще оук. Аук. А есть еще знак. Ом. Есть и знак от. Вот он. И христиане могли понять, ну что это вообще такое, зачем? А оу, потом он, от, оук. И все эти остальные знаки. Они их путали со страшной силой. Возьмите старые христианские летописи, там это все смешано, спутано. И сейчас христиане говорят, да это нормально, знаки похожие. Это нормально их путать. Что здесь плохого? До кошмара доходило. Они иногда от путались с фатой, которую они переименовали в фиту. Просто потому, что они похожи на такой кружочек с определенной штучкой. А вот как Омега, да, я по Ом. Вот это, да? Да, Ом. А рядом с ней такой Я считается? Ян. Ян? Да. Что оно означает? Оно означает сознание. Если Ксе означает Дух, то есть изначально, то Ян означает сознание, то есть то, где в данный момент спроецирован наш Дух. Чем мы себя воспринимаем. И поэтому мы и говорим, Я человек, Я священнослужитель, Я еще кто-то. То есть изначально, духовно, Я себя отождествил с чем-то и уже себя так воспринимаю. То есть куда-то наше сознание спроецировано. Вот значение имеет. Спасибо. Спасибо.